наступил вечер и настало время для кровавой мэри никогда не делал этот коктейль его заказывал в ресторанах возможно несколько раз за всю жизнь но никогда лично его сам не делал я специально захватил томатный сок супермаркете потому что подозревал что его делает из томатного сока вот такой вот сок и у меня есть водка финляндия с грейпфрутом лучше бы она была без ароматизатора конечно наверное я так думаю и сейчас попытаюсь повторить рецепт который я прочитал по первой же ссылке в google и так вот мои ингредиенты если верить рецепту google нам понадобится еще лимон где лимон так есть лимон нужно будет соль перец у нас есть перед станет перца тоже нет ну херово конечно потому что перец нужен ладно закрываем а вот ребята панкейки которые у нас не получились таня начала их делать я продолжил их делать и в итоге получился такая вот херня посмотрите потому что неправильная мука была выбрана говнище есть невозможно нужен стаканчик стаканчик блять хочу вот он открываем водку я не помню сколько водки вроде бы 75 миллилитров и 150 соков блогерские приколы однорукие у саша у саша ты лучший бармен саша буду делать все на глаз нужно написано взболтать что карантин делать с людьми я вообще не думал что я когда-либо буду подобным заниматься и так наливаем на глаз знаю что нужно все делать по нормам по граммов по граммов к ну примерно столько я думаю это 150 и водку тоже на глаз отмеряю стаканчиком так 50 примерно столько и вот вливали сюда теперь нужно лимонного сока там тоже была граммов к но я думаю просто на глаз и сделать там вроде бы 15 миллилитров или миллиграмм я так до сих пор в 32 года понятия не имею как правильно миллиграмм или миллилитров вот есть обычная вот такая вот соль и есть вот смотрите какая соль как она называется гималайская то настройся ты пидорас вот но она как будто вообще не соленая ее не чувствую но она якобы полезней посолю вот этой морской ох я насолю сейчас надо сюда походу отдельно и посолить там точно перца нет а в этой гребаной квартире ничего даже не оставили для гостей обычно соль перец как минимум в квартирах оставляет я хочу нормальную кровавую мэри сегодня будет без перца но будет не то перец мне кажется играет одну из важных ролей в этом все ну ладно попробуем а хотите вам еще покажу самые конченые в мире вилки сейчас где где вот такие если будете если будете где-либо видеть такую посуду с тоненькой ручкой никогда не покупайте пускай она смотрится вроде бы и красиво но когда ты ешь вот ее держишь и она постоянно вертится в руках то есть нельзя переться чем-то чтобы нормально есть будет постоянный дискомфорт когда ты будешь ту же картошку пытаться наколоть и она будет крутиться вот так постоянно очень идиотские приборы поэтому никогда не покупайте я буду использовать ее как палочку в оригинальном рецепте должен быть сельдерей палочка сельдерея чтобы ею перемешать коктейль но так как сельдерея у меня нет буду мешать вот этой вилкой сейчас попробуем я очень расстроился что нет перца в этот коктейль добавляет соус табаско для остроты и соусы вустерс но так как не вустерс не табаско у меня нет но это необязательные компоненты это как варианты этого коктейля но вот перец обязателен был не дождался решил сделать без перца но будем пробовать нам блин нужен перец вот реально пробую и очень сильно не хватает перцу можно еще посолить я немного наверное граммовки пропорции всего переборщил с водкой поэтому я хуярю сюда еще лимона морская лучше бы это было просто обычная каменная соль артемсиль наша палочка сельдерея и попытка номер два о ну серьезно стало лучше отдаленно стало уже напоминать то что подают в ресторанах не серьезно неплохо особенно если этим панкейком закусить кстати надо попробовать как они через время потому что не только со сковородки были такие ужасные кислые и мука была из как это мука называется твердых сортов пшеницы то вот она из твердых сортов пшеницы она такая как песок как крупа и она не может связать тесто то есть она такое рыхлое получалось и когда я жарил она рассыпалась постоянно но не держала форму очень сложно было сделать круглые панкейки такой формы мне пришлось добавлять муки делать более густой замес и в итоге получилось дерьмище просто ну то есть кислая хуевина такая со вкусом крупы какой-то попробую сейчас вот один черненький у меня был вот это его не доел сейчас может он постоял полежал и стал лучше вот знаете даже когда он холодный он отдаленно напоминает панкейки которые подают в турции на шведских столах или в египте куда вы там ездите очень часто панкейки не обновляют потому что их постоянно нужно жарить и они полежат и вот похожий вкус что они кстати когда полежали даже лучше стали больше туда разрыхлитель добавляли ебаный насос а еще забыл вам показать что таня приготовила сегодня мимозу сама с тунцом и получилось очень вкусно я как бы сначала был против чтобы она ее готовила как-то я говорю я не буду есть не буду а в итоге половину съел получилось нереально вкусно таня пыталась минимум майонеза сюда добавлять и использовала вместо сардин использовала тунец попробуйте с тунцом попробуйте вообще оливье с тунцом сделать удивитесь тоже ну все я пошел пить свою кровавую мэри буду это делать прямо спальной комнате и буду смотреть youtube а вам желаю хорошего настроения и увидимся в следующих видео надеюсь вот эта мания с рецептами меня в скором времени покинет потому что мне если честно становится не по себе что это кое стебаю но я вижу что карантин на всех влияет по разному особенно сука меня кумарит ваши подушки с поясами в instagram вышла и банулись пиздец у вас один мозг на всех